Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! В теплицах наших настала настоящая жара. И хотя у меня нет ни одного скрученного листочка на томатах и нету стерилизовавшихся завязей на томате, пропусков из-за жары, всё равно жара является одним из факторов, которые снижают урожайность наших растений. О том, как побороться с жарой без применения притенения, дополнительных форточек, вентиляции, но это всё-таки очевидные вещи, мы с вами поговорим в самое ближайшее время. Но этой жарой надо сейчас воспользоваться. Почему? Потому что для огурца, защищённого грунта тепличного, для баклажана, для перца в жару наступает очень опасный период для поражения таким ужасным вредителем, как паутинный клещ. И вот один из препаратов, направленный на борьбу с паутинным клещом, а именно фитоверм, замечательно работает как раз-таки в жарких условиях. И ну просто было бы очень обидно не воспользоваться жаркими условиями теплицы и не воспользоваться фитовермом. Вот теперь, когда в теплице жарко, и 35 градусов даже, вот такая температура, хотя это жарковато для растений, но 30-35, вот в этой температуре фитоверм бьёт клеща самым сильным образом. Если сравнивать там температуру порядка 20 градусов и 30 градусов, то разница в эффективности авермиктивных препаратов, в том числе фитоверм, может достигать 6, а то и 8 раз эффективнее в жару. Поэтому, когда в вашей теплице жарко, воспользуйтесь жарой, возьмите и обработайте абсолютно всю теплицу фитовермом. Это поможет вам избавиться от паутиного клеща, продлить культуру огурца надолго, потому что иногда 2-3 недели сбора огурца, и всё-всё кончилось, потому что фитоверм не применяли, потому что с клещом не боролись. Вот в отличие от фитоверма, на жару, на сильную, препараты серы, хотя они тоже при высокой температуре хорошо работают, но всё-таки использовать не рекомендуется. Из-за них могут подгорать на листочке на том же огурце. Это ПФК Лерас, там коллоидная сера, ТЕВИДЖЕТ, вот они могут быть опасны. А фитоверм замечательно работает. Кроме того, фитоверм работает и на клее, и на совку, и на клопа, и на белокрылку, и на других вредителей. Поэтому жара нам в помощь. Обязательно сделайте такую обработку, и будете получать урожай долго-долго, без всяких вредителей. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.